Уже конец октября, я сегодня была в лесу. Ездила на машине одна за 30 километров в хороший лес. Очень подчеколено туда телеши. Там я набрала целое море грибов. Это мрак. Это было после обеда в воскресенье. В субботу я не была, некогда было, естественно. В воскресенье поехала уже после обеда. Народ там был. Я их там встретила. Немножко так народу там. И ножки улялись, и видно, что ходили. Но почему-то попадались полянки. И целые прямо редки этих моих драгоценных, самых любимых моих грибов. Поэтому я и поехала. Думаю, дай-ка я съезжу, посмотрю. Хоть несколько штук найду. А тут нашла он сколько. И куда мне теперь деваться с ними? Надо перебирать. Они же грязные. Их надо отмывать, очищать. Там мрак они, грибы. Вот. Как же мне повезло. Сегодня. Специально сняла вот так усенькие мылипусенькие. Вот они. Вот сейчас всех покажу. Подробненько. Рядовка серая. Мы их называем петушками. Они бывают и крупные. Но крупные редко их найдёшь. Потому что народ всё время ходит в этом лесу и их собирает. Они их даже мох копают, разрывают, чтобы их найти. Народу очень много бывает. Все бросаются собирать вот такие вот грибы. Они все разные бывают. Вот такие даже тоненькие, длинноногие. Это редко. Средних размеров гриб. Ну, вот такие вот бывают средненькие. Иногда зеленоватенькое бывает. Ровненький грибочек. Хорошенький какой. Вот закрученные они потом раскрываются. Вот этот вот гриб ещё молодой. У него даже бугорочек немножко есть. Потом, когда они раскрываются, бугорок у них почти исчезает у всех. Вот красивый гриб. Вот на срезе у меня. Специально проверила. Думаю, потому что они часто бывают червивыми. Но сейчас, после морозов, почему-то они все хорошие. Бывают немножко светлее грибочки. В средине у них потемнее немножко. Макушечка. На этом хорошо видно, что макушка тёмненькая такая. А это тёмненький грибочек. Потемнел. Это тоже. Бывают светленькие. А вообще бывают чисто белые петушки. Но это очень редко. Я знаю одно место, но туда мне не добраться сейчас. Потом, может быть, я их там найду когда-нибудь. Я в том лесу заблудилась, что-то не хочу туда одношастать. Вот такие у них пластиночки. Ну, этот немножко я смяла. Кляпка может немножко потрескаться. Немножко так вот бить. Но это тоже хороший гриб. У них запах очень приятный. Они пахнут свежестью, духами какими-то. Ароматные очень грибы. У них ножка часто на среде, которая остаётся в земле, кудрявится. Вот так вот расходится. И здесь вот может расходиться. Вот они. Такие ножки. Да. Распушился. Ещё в шляпке кожица от края шляпки до самой макушки снимается. Вот. В дождь грибы очень блестят. Красивые. Я сама эти грибы собирала. И сама же их перебираю. Но мне повезло, что я нашла вот такой вот несъедобный гриб. Но если его съешь, ничего не будет. Он просто невкусный, островатый, горьковатый. Некоторые их берут. Но я такие не беру. Это ложный петушок такой. Ложная рядовка. Я давно их не встречала. Они темнее бывают. А эта светленькая. Вот у неё вот здесь вот чешуечки немножко есть. Вот. Она как бы чешуйки. Но самое главное, что она как родилась с бугорком, так она и потом раскрывается до своей зрелости, так и остаётся с таким бугорком в середине. Тоже бугорок темней. Ну что ж. Петушки тоже все темнее серединка бывает. Но у них бугорка такого нет, когда они уже становятся покрупнее. Бугорок у них ещё. Вот съедобный петушок. Молодой. И вот ещё молодой тоже бугорочек. А здесь остренький бугорочек. Вот какой. Прекрасный петушок. Бесподобный. Хороший гриб. Вот молодой ещё с бугорочек. А это вот он. К примеру, цветам может и не передать, но здесь у него пластинки похожи на цвет шляпки. Почти такие же. А здесь светленькие. Но они бывают желтоватые, сероватые, зеленоватые. Пластинки беловатые. И запах очень отличается. Это земляной запах. Землёй пахнет. А это ароматные, вкусненькие такие запахи. По запаху даже с закрытыми глазами можно определить, что это петушок. А вот это неизвестно что. Это земля. Землёй пахнет. Вот это вот ложный гриб. Ложная рядовка. В смысле не съедобная. А вот это вот съедобная рядовка. Вот она. И вот она. Ну так. Их особо не разотчишь. Ну, по запаху и по бугорку. Я только по запаху кричаю. Ну и по внешнему виду я уже глаз-то набитый. Всё. На петушке похожа вот эта тигровая рядовка. Серая тоже самая. Ну, она чешуйчатая слегка. Шляпочка у неё. Она большая тоже бывает. Но такая мне редко попадается. У неё шкурочка не отстаёт от шляпки. Просто она ломается, крошится, но не слезает. А вот это вот, то, что я показывала, ядовитая номина. Написано, что гриб, кроме остро-жгучего вкуса, гриб, возможно, ещё и ядовит, возможно. Называется рядовка острая или рядовка полосатая. Потому что у неё маленькие чешуйчки. Проглядываются на шляпки. Ну, они редко бывают сейчас. Они мне почти не встречаются. В основном вот эти петушки. Закончим на хорошей ноте. Вот какой большой. Мне впервые попался гриб. Я таких ещё и не видела. И вот этот вот. И довольно-таки чистый. Не довольно-таки, а вообще чистый. Очень странно. Вот этот мне тоже понравился. У неё толстая ножка. Почему беру с ножкой? Потому что в ноге больше еды, чем пользы, чем в шляпке. Вот шляпка хиленькая довольно-таки. А ножка вкусненькая, хорошенькая. Они и состоят в основном. Нет, бывает и шляпки ничего. Вот моё богатство. Придётся сегодня сейчас перебирать. Поздний вечер. Вот очищенный беленький петушок. Плёночку я с него сняла. Стал вот беленький такой. Мяу, да. А ты при чём? Во какой. Вот он завернулся. Ножка такая. Во какой. Красивый. Класс. Вась, что ты такой грустный, а?